Свет, пожалуйста, вот насколько вы поняли из вашего выступления, очень красиво и полезно. Спасибо за то, что вы сделали такую презентацию индустрии туризма в Румынии, простите, в Армении. Ну что, у меня это тоже. Скажите, вот я понял, что у вас максимальная либеризация индустрии туризма в Армении, а кто занимается выявлением нарушений и наказанием тех, кто неправильно работает в туризме? Какой это орган? А вы имеете в виду именно какие нарушения? Нарушения гидов, нарушения адресов? Кто занимается констатацией этих нарушений? Ну у нас же есть контроль в городе, в стране, который занимается в стране. Кто конкретно? Ну конкретно каждое министерство занимается своим делом. Если это обращение идет именно в туризм, этим занимается комитет по туризму, потому что туризмборд этим не занимается, этим занимается комитет. Я не зря его просто... Но она контроль не делает. Я вам просто задал не зря, потому что у нас есть в этом проекте, когда нам предлагается дать право агенту нашему агенту заниматься консотацией фактов и наказанием. У нас нет ни одной лицензии. Я к чему это говорю, потому что, вы знаете, все хотят кого-то проверять. Все хотят на кого-то налетать. Есть налоговые службы, другие контрольные службы. Сейчас мы даем еще, нам предлагают дать это право и агентству по туризму. Вот это, по-моему, ошибка, которую надо исправлять уже на этапе просоветов с обучениями. Простите, я сначала ваш вопрос не приняла. То есть, если речь идет о том, кто проверяет туроператоров или турагентов, да, если речь идет о том, то их вообще таких санкций не существует, их никто не проверяет. Если нужно им проверить налоги, налоговая может пойти и проверить налоги. Но ни одна туристическая организация, то есть, будь это комитет по туризму, будь это туризм, не имеет права. Это частное лицо, это частный предприниматель, он делает свою работу. Мы делаем все возможное, наоборот, чтобы ему помочь. Спасибо, это очень важный вопрос, очень важный ответ.